Продолжаем работать с хостингом HostieMan. Ссылка на данный хостинг вы найдете в описании под этим видео. В данном видео давайте разместим движок Joomla на данный хостинг. Итак, прежде чем разместить что-то на хостинг, сначала нам нужно это дело скачать. Я предлагаю качать Joomla с официального сайта joomla.org. На данный момент записи видео сейчас вы видите Joomla 3.9.0, последняя стабильная версия. Скачивайте по этой зеленой кнопке Joomla к себе на компьютер, у меня она уже скачена. И давайте приступим к загрузке дистрибутива Joomla на хостинг HostieMan. Напоминаю, что в прошлом видео я показывал как зарегистрироваться на данном хостинге и показал как пройти в панель управления хостингом. Если вы подзабыли, посмотрите предыдущее видео. Сейчас я нахожусь уже в панели хостинга. Я создал в прошлом видео домен Fodor73.h1n.ru тестовый домен. Итак, если мы сейчас посмотрим на наш домен через строку браузера, здесь нам говорят, что нам нужно удалить файл из корневой папки. Давайте посмотрим, где это. Кликаем вот здесь вот главное. Раскрывается список. Менеджер файлов. Здесь мы видим www папку. Кликаем по ней. Находим наш домен. Кликаем по нашей папке домена двойным щелчком мыши. Видим вот здесь вот, это у нас корневая директория. И вот здесь вот есть индексный файл. Кликаем по нему. И его нам нужно удалить. Нажимаем вот здесь вот на эту пинктограммочку. Нажимаем ОК. Все. Прямо сюда нам нужно загрузить наш движок Joomla с компьютера. Находим здесь иконку Закачать. Выбираем ее. Тип файла. Файл с локального компьютера. Локальный файл. Нажимаем на кнопку Выбрать файл. Находим папку на компьютере, куда вы скачали Joomla последней версии. Я нахожу ее здесь у себя. Выбираем. Нажимаем Открыть. После этого нажимаем вот здесь на кнопку ОК. И нам нужно подождать процесс загрузки Joomla на хостинг. Итак, мы видим файлы загружены. Теперь этот архив нужно распаковать. Кликаем по нему мышкой, выделив его. Находим здесь пинктограммку Извлечь. Нажимаем. У нас распаковка показана в какую директорию. То есть видите, вот здесь структура папок. ВВВ и подсвечивается наш домен. То есть здесь по умолчанию уже не надо ничего выбирать. У нас уже директория указана верная. Нажимаем здесь ОК. Видим, что вот здесь у нас путь. Видите, в ВВВ наш домен. И в корне нашего домена лежат структура папок Joomla. То есть распаковано уже верно. Итак, чтобы не нагромождать хостинг лишними файлами, сам архив Joomla zip нужно удалить с хостинга. Вот здесь мы его видим. Это тот архив, который мы только что распаковали. То есть сам архив нам здесь не нужен больше. Кликаем по нему мышкой и нажимаем на кнопку удалить. Вот здесь. Подтверждаем действие. Все, архив удален. Обращаемся к нашему домену. Обновляем страницу. И видим страницу установки Joomla. То есть вы видите, вот здесь вот к нашему адресу подставляется папка инсталляции. То есть мы уже на верном пути. Теперь давайте саму Joomla установим на хостинг. Сейчас мы только разместили файлы нашего движка на хостинге. Процедура не сложная. Всего три шага. Для тех, кто не знает, давайте начнем. Все поля, которые мы будем сейчас заполнять, вы можете заполнить временно. В любом случае, в дальнейшем в админке, в Joomla все эти поля можно поменять потом уже под себя. Например, слабый пароль поменять на сложный. То есть уже в админке самого сайта Joomla. Итак, название сайта. Пишу я demo-сайт. Описание можно даже не заполнять пока что. Я пишу свой email. Логин администратора и пароль. Здесь немножко сделаю акцент. Если вы сейчас напишите пароль админ, не забудьте потом его изменить на какой-то другой. Это нужно сделать в плане безопасности. Потому что в первую очередь злоумышленники начинают подбор пароля и логина именно с распространенных всеми параметрами. То есть это логин админ и пароль какой-то легкий, например, дата рождения. Старайтесь этого избегать. Но так как у меня это тестовый сайт, поэтому я делаю логин администратора admin. Вам же настоятельно рекомендую здесь придумать что-то свое, уникальное. Я придумываю, заполняю пароль, повторить пароль. После этого нажимаем далее. Мы подошли к второму шагу, наверное, самому сложному. Но он не такой уж и сложный, но для новичков, возможно, он и сложный. Мы с вами должны прописать конфигурации так называемой базы данных MySQL. Но мы ее с вами еще не создали. Ее нужно создать на хостинге. Поэтому эту страницу мы пока оставляем открытой. Переходим на страницу хостинга. Слева в колонке находим здесь база данных. Нажимаем. Здесь пока что не создана ни одной базы данных. Вот здесь видим кнопку. Нажимаем создать. Нужно придумать какое-то имя базы данных. Английскими буквами. То есть не используем никакие русские буквы. Я пишу Федор. Галочка зеленая, видите, подставляется. Значит, использовать такое имя можно. Дальше имя пользователя. Придумать какое-то отличное имя от имя базы данных. Но для тестового сайта я тоже напишу Федор. Пароль к базе данных. После этого нажимаем ОК. Нас система предупреждает, что я использую недостаточно сложный пароль. И нам рекомендуется использовать специальные символы. Если у вас то же самое. И сейчас вы делаете сайт на чистовую. То лучше придумать сложный пароль. Я нажимаю ОК. То есть нас система даже, в принципе, и не пропустит. Видите? Нам придется придумать какой-то сложный пароль. Если не знаете, какой придумать пароль. Можете прямо в Яндексе написать генератор паролей. Я нашел вот такой вот сервис генератор паролей. Где можно быстро сгенерировать какой-то сложный пароль. Можете выбрать с этим ползунком, сколько символов использовать. И вот здесь поставить галочку спецсимвола. И нажимаем сгенерировать. Сразу выскакивает какой-то пароль. С верхним и нижним регистром. И со специальными символами. Я его копирую. То есть если у вас какие-то сложности. Вы не знаете, как подобрать пароль себе. А сложный. Вот можете воспользоваться данным сервисом. Возвращаемся в панель хостинга. И я проставляю новый сложный пароль. Об этом сигнализирует зеленый индикатор. Который показывает, что пароль сложный. Нажимаем здесь ОК. Идет загрузка. Возможно процесс загрузки будет несколько долгий. У меня буквально несколько минут. 3-4 минуты. Шла загрузка. Не перезагружайте страницу. Ждите. База должна создастся. Вот у меня база создалась. Вы это видите. После того, как у нас база создана, возвращаемся с вами на второй шаг установка нашего сайта на Joomla. Я вас попросил не закрывать данную страницу. Имя сервера база. Прописано автоматически Localhost. Оставляем Localhost. Имя пользователя. Мы с вами прописали Федор. У вас скорее всего свое название. Пароль. Как раз таки тот сложный пароль к базе данных. Проставляем здесь. Имя базы данных у меня точно такое же. Федор. Префикс таблицы мы не трогаем. Нажимаем на кнопку Далее. Итак, второй шаг у меня успешно был выполнен. Переходим к третьему шагу. Установка демо данных. Демо данных устанавливать не будем. Это нужно, чтобы была какая-то демонстрация сайта. То есть уже наполнена статьями, наполнена пунктами меню и другое. Если вы тестируете, можете попробовать поставить какие-то демо данные. Здесь самое главное. Нам нужно обратиться вот к этому блоку и посмотреть. Здесь все должно гореть зелененьким «Да». Это говорит о том, что хостинг отвечает всем требованиям КМС Джумла. Остальное, в принципе, ничего мы не смотрим. Нажимаем «Установить». И нужно дождаться последнего, так сказать, этапа установки движка на Джумлу. Итак, установка произошла, вы видели, достаточно быстро. Это еще не все. Давайте установим локализацию на наш движок. Нажимаем вот на эту синюю кнопку «Установка языкового пакета». Практически в самом низу прокручиваем. Находим «Russia». Выбираем. То есть, чтобы админка и фронтальная часть сайта была у нас на русском языке. Если у вас какой-то другой язык, выберите здесь из предложенных. Нажимаем «Далее». Здесь не забываем поставить точку напротив «Русский». Это панель управления. И язык сайта тоже поставить точку «Русский». Нажимаем «Далее». Нажимаем на кнопку «Удалить директорию инсталляции». То есть, эта директория нам больше не нужна. Эта папка нужна только при установке самой Джумлы на хостинг. Нажимаем на желтую кнопку. Видим, что надпись на кнопке меняется «Директория install успешно удалена». Все, все готово. Теперь можно нажать либо на сайт, либо на панель управления. Давайте попробуем сразу авторизоваться на нашем сайте под управлением Джумла. Нажимаю «Панель управления». Вы помните, мы с вами создали админ. Ну, я создал админ, да? И пароль. Прописали пароль. Нажимаем «Войти». Успешно входим с вами в админку Джумла. Если кликнем вот здесь вот в правом углу на ссылку, видим фронтальную часть сайта и стандартный шаблон Джумла. Наш сайт готов. В принципе, можем пользоваться. Но, обращая внимание вот на эти предупреждения из панели управления КМС Джумла, мы обнаружили, что ваш сервер использует версию PHP 5.4.4.5, которая является устаревшей. Это, на самом деле, очень важный момент. Нам нужно поставить максимальную версию PHP. Что дает максимальная версия? Во-первых, корректная работа сайта. Во-вторых, не будет вот этих вот предупреждений в красной обертке, да? Оно исчезнет. И, соответственно, сайт будет намного быстрее грузиться. А это очень важный момент. PHP-версия меняется в самой панели хостинга. Давайте сейчас это поменяем. Возвращаемся в нашу панель хостинга. Находим здесь раздел VVV. Видим здесь PHP. PHP, видите? Вот здесь вот. Нажимаем. Видим, что напротив галочка, видите, стоит. Сейчас используется 5.6. Максимально можно выбрать 7.2.10, да? Чтобы сменить PHP-версию для нашего сайта, переходим вот здесь в VVV-домены. Напротив нашего домена вот здесь видим PHP, да? Два раза левой кнопкой мыши кликаем. И здесь вот ниже, видите, версия PHP. Кликаем здесь по галочке и меняем из ниспадающего списка на версию 7.2.10. После этого в самом низу нажимаем на кнопку ОК. Идет обновление данных. Видим вот здесь вот напротив, видите, в конце написано версия PHP, последняя. Теперь давайте пройдем в админку нашего сайта. Просто обновим страницу. Видим, сейчас у нас предупреждение висит. Информация об устаревшем версии PHP, да? Обновляем страницу. В самой последней версии PHP, возможно, сайт у вас будет недоступен. Если после обновления страницы сайт был недоступен, возвращаемся сюда. И поставьте PHP чуть пониже, 7.1.2.2. После этого обновите страницу. Сайт работает, фронтальная часть и сайт админки тоже в порядке. Если даже после обновления страницы сайт не работает, почистите куки браузера. С зажатой клавишей Ctrl плюс F5. Вот с этой PHP версией у нас все в порядке. Вы видите, что и сообщение у нас исчезло. Сайт прекрасно работает. Админка и фронтальная часть все грузится быстро, все летает. С чем я вас и поздравляю. На этом данное видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok